До двух часов ночи продлится концертная программа, где выступит известная джазовая певица София Рубина, а также другие артисты и дюджей. Но открытие Летной Гавани только добавит ярких красок к празднику. Если мы учтем то, что в этом году впервые открылась Летная Гавань, и сколько различных возможностей для различных шоу это место для нас предоставляет, то это уже большой плюс к морским дням в этом году. И для всех желающих и для тех, кто заинтересован в музее, который находится в Летной Гавани, то хорошая новость, билет в течение этих трех дней будет стоить только 3 евро. Обычно вход туда платный за 8 евро, а сейчас это почти как бесплатно. В этом году легендарный Крузенштерн не прибудет в Эстонские воды, но в первый раз в Летной Гавани будет экспонироваться единственное построенное в Эстонии полностью восстановленное историческое судно Хоппет. А вместе с ним и ледокол Суртыль, корабли Турм, Каке, Маре, Сальме, Сулев, Эва-316, Адмирал Коуин и Герда. Наверняка большой популярностью будут пользоваться и экскурсии на разных видах морского транспорта. А если погода будет благоприятствовать, то есть высота волны будет не больше 30 сантиметров, то и в Швеции и Финляндии прибудут гидропланы, которые покажут, как производится взлет и посадка самолетов на воду. Я надеюсь, что погода будет хорошая, и мы сможем посмотреть летное шоу гидросамолетов. И, конечно, аттракцион будет сражение кораблей. И я думаю, что, как всегда, очень популярные путешествия на различных видах морского транспорта. Это как катера, парусники. И всегда интерес у посетителей к таким аттракционам очень большой. Также на выходных состоятся традиционные гонки парусной регаты. «Богатые» обещает быть и программа для детей, которые, являясь жителями Прибалтики, должны иметь хотя бы элементарные знания о морском деле. Но любовь к нему наверняка есть у каждого из нас. Более подробно ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайте Дней моря. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...